Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 20 ноября, Православная Церковь совершает празднование в честь обретения мощей преподобного Кирилла Новоизерского. Преподобный Кирилл Новоизерский родился в благочестивой семье. Господь уже в очреве матери отметил его избраничество. Однажды, когда мать Кирилла, носившая сына под сердцем, молилась в храме за божественные литургией, младенец трижды при чтении Евангелия, при пении Херувимской и в момент присуществления святых даров возгласил в очреве ее. С детства полюбил преподобный уединение и молитву, мечтал об иноческой жизни. Пятнадцатилетний Кирилл тайно ушел из дома, чтобы поступить в Сково-Печерскую обитель. Пути в монастырь он не знал, из дому не взял ничего на дорогу и шел, возлагая все упование на Господа и на причистую его матерь. В верстах в двадцати от города утрак встретил благолепного старца-монаха, который проводил его до обители и на прощание благословил со словами «Бог да благословит тебя, чадо, исподобит ангельского образа, и да будешь сосудом избранным божественного духа». Сказав это, старец сделался невидимым. Отрак понял, что это был посланец Божий, и возблагодарил Господа. Настоятель монастыря, преподобный Корнелий, прозорливым оком увидел явленную на отроке благодать. Он много наставлял его и облег выноческий образ с именем Кирилл. Пятнадцатилетний инок удивлял братью своими подвигами, постом и молитвой изнурял плоть, ревностно исполнял послушание, день и ночь готов был учиться Слову Божию. Уже тогда помышлял окончить дни свои в пустыне, в уединении. Однажды к родителям отрока, которые оплакивали его как умершего, пришел старец из монастыря преподобного Корнелия и рассказал им о сыне и его жизни в обители. Радостная весть еще более утвердила мать Кирилла в любви Божией. Уговорив мужа отнести в обитель часть ее имения, она оставила мир, приняла иноческий образ с именем Елена и вскоре тихо скончалась. Отец преподобного пришел в обитель, и игумен Корнилий повелел Кириллу увидеться с ним. Смутился инок, но, не смея ослушаться настоятеля, пал к ногам родителя, моля о прощении за то, что тайно ушел из дома. Отец с любовью простил Кирилла и навсегда остался в обители. Преподобный Корнилий нарек ему в иночестве имя в Арсенофии и отдал на обучение сыну. Через три года он мирно приставился. Сын его с еще большим усердием продолжал работать Господу, отсекая во всем свою волю в совершенном послушании не только игумену, но и братье. Он жаждал обойти всю русскую землю, чтобы поклониться ее святыням и избрать себе пустыню для жизни в безмолвии. Получив благословение преподобного Корнилия, преподобный Кирилл оставил обитель, в которой окреп духовно и ушел в поморские страны, скитаясь по лесам и пустыням, питаясь древесной корой и лесными ягодами. В трудном подвиге страничества провел он около 20 лет, обошел пределы московские, новгородские, псковские, но никогда не заходил в дома и не брал милостыни. Днем странствовал, а ночь проводил в молитве, в притворах храмов, не пропуская церковных служб. Однажды на молитве преподобному Кириллу было явление небесного света, указавшего место, где он должен основать обитель. Немедленно отправился он в путь и, дойдя до Тихвинского монастыря Богоматери, провел в нем три дня и три ночи в непрестанной молитве к причистой владычице. Во сне явилась ему Матерь Божия. Одобряя его, она сказала, «Угодник Пресвятой Троицы, раб мой Кирилл, пойди на восточную страну к Белоозеру, и явит тебе Господь и Сын мой место, упокоение для твоей старости». С умиленными слезами от чудного видения пошел преподобный к Белоозеру. На озере увидел он небольшой остров, от которого восходил огненный столб на небо. Там, под высокой многовековой елью, блаженный Кирилл устроил шалаш и затем построил две кельи – одну для себя, другую для будущей братьи. Отшельник соорудил две малые церкви в честь воскресения Христова и Богоматери Адигитри. Много искушений испытал он тут от врагов невидимых и от досужих людей, иногда забредавших к святому, но все преодолевал он мужественным терпением и постоянной молитвой. Весть о его святой жизни распространялась повсюду и собралась к нему братья. Много было случаев благодатного исцеления по молитвам преподобного. Господь сподобил своего угодника и дара провидения. Пречувствуя свою кончину, преподобный призвал братью. Со слезами умиления в последний раз поучал святой своих духовных чад, пока не замер его голос. Долго безмолвствовал он, но вдруг горько-горько зарыдал. «Отхожу я ко Господу в жизнь вечную. Вас же предаю Богу и Слову благодати Его, дающему наследие и освящение всем. Оно да поможет вам. Умоляю вас, не изнемогайте в постах и молитвах, соблюдая себя от наветов вражьих, и не презрит Господь смирение вашего по своему неизреченному милосердию». Сказав это, блаженный дал последнее целование братья, причастился святых божественных тайн, осенил себя крестным знаменем и со словами «Слава Богу за все!» предал ему чистую свою душу 4 февраля 1532 года по старому стилю. Обретение его честных мощей состоялось в 1649 году. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников в Мелитине, преподобного Лазаря Галисийского, преподобного Зосимы Варбазомского, мучеников Феодота Корчемника, мучеников Милосипа и Кассинии и сына их Антонина, мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникии, священномучеников Кирилла Митрополита Казанского, Михаила Адамантова, Александра Ильинского, Александра Курмышского, Михаила Гусева, Александра Крылова, Николая Романовского, Алексея Молчанова, Павла Бориса Глебского, Василия Краснова, Павлина Старополева, Пресвитеров, Иоанна Машкова и Вениамина Владимирского-Диаконов, мученика Николая Филипова, мученицы Елисаветы Сидоровой, священномучеников Сергия Архиепископа Елецкого, Николая Троицкого, Пресвитера и мученика Георгия Юренева. Совершается обретение мощей священномученика Константина Голубева, Пресвитера. Совершается празднование икони Божией Матери, именуемой в Заграние Угрешской. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечное тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова